здравствуйте друзья здравствуйте всем опять так артём поможете еще раз да вот у нас артём и мы с наташей движемся из аэропорта наташ при откроем может быть вот здесь чтобы посветление да отлично стало лучше мне кажется но смеркается что тут скажешь давайте мы поговорим с молодым человеком о жизни в чехии все-таки в этом сколько три года жили но вы не были на птичьих правах то есть вы могли работать если что легально работать я не мог потому что студенты не имеют права работать поля откуда я знаю ну то есть вы учились школе да я учился а вы как с чешским языком вы быстро подхватили либо раньше знали вообще как это все просто его выучили захотел выучить и мне пришлось его очень быстро с украинского не сложный очень сильно тяжелый язык он ходит в пятерку самых тяжелых языков но это следки славянской группы язык как а есть похожие слова украинского все равно это совсем другое алфавит тот же самый что он говорит нет это там перемешана латиница вместе знаете здесь балканские хорошо так украинскую мову разговаривает хорошо так вы там были с родителями или вообще один а вот как молодому мальчику до 14 15 16 лет как как попасть на а жить где в общежитии или на сильнее да а как тебе за клическая жизнь началась раньше но прикольно студенческая жизнь да хорошо хочется чтобы она заканчивать и так выучился ты в школе и вдруг каким-то магическим путем к этому моменту те green card а что вы молились как-то вы кто выиграл грин карту мало баба так так мало папа свадьба реакция когда они получили эту грин карту расскажи когда получили в нью-йорке не когда вы когда вы узнали что вы выиграли green card тогда это было не на времени по крайней мере у меня потому что я готовился к поступлению и вообще не думал о переезде я готовился к поступлению в учебное заведение в чехии а платить надо чтобы там учиться в учебном заведении там есть государственные университеты в которых вообще не надо даже игостранцы да там то есть там платишь только за пробный экзамен при поступлении все в принципе а так все интересно участвует приезжать до ночи для этого надо сдать еще подтверждение твоего аттестата то есть называется на старификация ты должен сдавать но вы там на месте уже вы получили аттестат у вас местный нет я я приехал после 9 класса и закончил там экстерном четыре класса потому что там 13 годовое обучение в школе до 19 лет учиться я закончил в течение тысяч четыре но вот вы учились там вы не были среди толпы таких же иностранцев вы были просто среди чехов или кто был я жил в разных местах можно так сказать я жил в праге враги очень много иностранцев много очень русских в праге себя особо не чувствуешь что ты за границей нет ты себя чувствуешь что ты за границей но ты себя не чувствуешь что ты у кого-то у чужих так везде есть русские где их только нет прям как в тель-авиве и вот а потом я переехал в маленький городок на границе с большей словакии стараться астрала и учился там и заканчивал там государственную школу ну и там как да там же чехи а там же чехи там ты уже не себя не чувствуешь как у себя дома ты уже чувствуешь в гостях теперь такой вопрос если посмотреть на девчонок чешские от вот допустим украинских отличаются в какую-то сторону очень 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 нехорошая сторона нет они вам не нравились русские украинке они выигрывают понимаете вот все дело то что чехи считается самая толстая самая полная нация в европе они что-то кушают кроме воды какие-то у них очень как сказать у них очень жирная кухня но вкусно конечно то есть на самом деле как бы нам это все симпатично да а как же вы сохранили фигуру в таких условиях что же я занимался не то что денег не было но я думал и что да ну что я вот не поняла вопроса как он попал в чехии то программ программы по обмену учебная наверное возможность поучиться в одной сказать приватной школе честно как она появилась эта возможность тоже все через интернет то есть вы их нашли с ними связаться точнее это все дело делали мои родители с ними связался я приехал заранее там еще до обучения приехал посмотрел все как что есть а и потом уже непосредственно приехал а у вас есть братишки сестрички допустим один у мамы с папой как тяжело одного отпускать раздвижь одного и уехал ну они могут они молодые могут могли бы в принципе еще себя завести но ты зазвонился с ними каждый день или как вы общались скайпе когда по приезду ты общаешься до каждый день а потом уже начинается такое что как бы и времени нет ничего теперь давайте тогда мы эту линию девчонок перенесем в нью-йорк там там как смотря какие девчонки там же есть разные девчонки то есть такие что понимаешь что ты здесь не зря да конечно они все они все ходят на выход они все обитают там а что они симпатичны или они нарядные или они то и другое или они так еще играют ну как-то скорее всего они симпатичны так они наряжены но я так чтоб заигрывали там не знаю русские или ты в основном говоришь просто в целом красиво целом так хорошо тут у меня телефон давайте отвечу сейчас я буду вырежу алло алло да ладно анечка мы записываем видео прощаемся с вами вы скоро получите обратно вашу наташу да и мы продолжаем значит о нью-йорке вы артем в нью-йорке я смотрю пора делали разных дел то есть вы этот и там поработали здесь поработали я да а чего вы каждую неделю там меняли мне не каждую неделю я просто сказал в общем то что я работал много где но например в нью-йорке я работал в ресторане официантом пришлось что-то пришлось работать то есть это не был не был американский ресторан это не было то есть там не было с кем поговорить по-английски ну когда ты живешь в бруклине у тебя наверно нету вообще практически практики обалдеть а вот насколько это как портнул компьютерскую там все за одессу по понятию я боюсь что я звуя английский забуду здесь в этой портнов компьютерскую я буду хайру дуэн я ж очень нравится такое там на этом я не знаю там маша закрой окно дует дует ее сил хороший так русско-арглеская мова так подождите что у вас английским подскажите ну как вы по-английски можете да а вы еще в чехии могли или вот за эти полгода набрались когда ездишь миру до путешествуешь по странам все равно общаться и поэтому у меня английский какой-никакой но у меня был разговор когда приехал в чехию так то есть вы не то чтобы так уж прям с нуля можете поговорить да хорошо так родители что делают мама и папа которые молодые совсем учатся работают учиться чему английскому языку так работают для них это первое иммиграции да это в этот матерый иммигрант так ну и они чему чисто работают кем на данный момент мама заканчивает медикал билинг именно курсы обучение и дальше уже идет так а чем мама раньше занималась работала в банке финансистом а папа в ресторане работал чё делал ну знаете есть такие люди которые развивают ресторан и вот он этим долго занимался то есть он знает как развить ваш ресторан если он например неприбыль так либо у него есть какие-то проблемы с посещаемостью он может это исправить понял то есть надо сократить персонал да сократить персонал начали следить чтоб не воровали так ну то есть есть много способов хорошо так а чего он собирается делать дальше мама медикал билинг но они еще в таком состоянии то что они еще определяются что они ищут себя они ищут себя потому что ты знаете когда приезжаешь первый раз в другую страну где все по-другому а вы будете их материально поддерживать писать себе пройдет там четыре месяца от сегодняшнего дня ну максимум 5 и вы уже будете получать там не знаю 25-30 долларов в час можно да невозможно а кое-деваться некуда просто вот и будете поддерживать материально если моя помощь понадобится то конечно да у меня в онлайном классе все артемы такие слушай у меня в онлайном классе это хорошее наблюдение есть паренек один рассыл его зовут но так скайпе у него такое имя рассыл и он ему года 24 он колледжей там университетов не заканчивал но такой москать энергичный парень и у него первая работа 30 долларов в час на нью-йорке и каждый раз когда там ну ребята обсуждают в классе восемь человек представь себе тут в онлайном классе восемь человек там уже сейчас уже 5-6 работают еще они там через две недели заканчивают через три ну и там постоянно многие на рынке идут обсуждение вот тут чего-то там чего-то и он им все меньше 30 вообще ни с кем не разговаривает ну как если можно там 30 то чего же меньше то вот так вот хорошо а вы просто искали какой-то путь в жизни дальше как быть или почему вы к нам друг но мама понятно мама видео посмотрела рассказала что есть такое но долгосрочный план какой у меня да это первое то что я хочу это закончить школу понятно пройти какое-либо интервьюирование чтобы меня куда-то взяли интерншип понятно потом на работу но это очень краткосрочно а вот допустим через пять лет через день через пять лет я хочу где-то через год поступать в университет так статью и вот присматриваясь вот здесь беркли да и вот мне очень сильно нравится там компьютер сайт это вам 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 неплохая вещь нравится но я вам скажу так что для того чтобы учиться в беркли и не платить там 40 тысяч в год вы должны армина нет вы должны жить в калифорнии быть резидентом калифорнии да конечно тогда конечно беркли это один из лучших в мире университетов по капитал саймс это не шутка либо сан-хосе тоже там стоит сан-хосе намного ниже классов и сан-хосе даже здорово дешевле чем беркли хотя беркли не такой дорогой на сан-хосе еще дешевле но конечно если скажем диплом бёркли открывает очень много дверей то диплом в университете сан-хосе ничего такого дополнительного не открывает по сравнению с любым другим там университетом поэтому надо двигаться лучше да вы можете вы можете получить бакалавра в сан-хосе мать на мастера бёркли конечно это это вполне обеечте там стенку тут рядом буквально вот туда вот все рядом ну что ж мне мне нравится план что скажешь очень хорошо я очень очень счастлива за артемушку так ты лучше скажи вот артему и другим мальчиком скажи как не ошибиться в выборе правильной девушки потому что это серьезный вопрос между разве я знаю это я не знаю как не знаю мальчик 26 дело в том что у каждого свой вкус и каждый понимает по-разному свое счастье кто-то видит девушку красивая как для кого-то она уродливая закрутила поэтому я не знаю как надо брать красивую или умную когда девушку знаешь лучше иногда даже не очень такая уж и модель кажется очень красивой это правда а иногда модель встретишь она открыла рот и смотреть больше на нее не хочется поэтому всегда все зависит от ситуации в какой ситуации ты видишь это человека что-то 7 лет в 20 лет я приехал в киев из москвы ему вообще не нужно думать об этом и зашел в троллейбус и там ну стоял ну там билетик шлюпнул там такие компостеры были значит билетик я пробил и стоит девка красивая но просто что-то знаешь да и туда мне билетик свой протягивает бегать я не могу повторить так уж точно но приметок прикомпостирует и ты лун как-то так я так не упал настроен а такая была за как шутка такая есть я там я не помню там точно но как модель вот эта девушка стояла значит чуть ли не балерина и она вдруг в толпе сказал я взобрела вот тоже самое то есть сразу убивает на то есть форма была с содержанием ну да вот я ну хорошо за такой шутки шутка ну ладно вы можете положиться на выбор мамы и папы в принципе они вам плохую девушку не пожелают на этом он сами может быть с родины возьмет или там из праги худенького в праге же они более худенькие не сказать что там более худенькие гранда вот и как получается нигде нет полного счастья господа какое ему счастье и мы сейчас счастье закончить школы пойти работать 17 лет это прорыве птица летает и летит куда захочет надо важно знать чего ты хочешь сейчас девчонка свяжется девчонка скажет а не хочу ехать куда он уже ее любит но мало ли куда-то захотел поэтому ему нужно работа найти где выгодно туда приедет там девчонку найдет ну или найдет работу где выгодно потом пыль где не выгодно возьмет девушку и сюда привезет так это можно все с девушками мы поняли она у нас наверно уже не видно потому что темно видно 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 я сломщики зажиг свет теперь вы как пользователь охарактеризуйте себя вот каким софтвером вы пользуетесь программным обеспечением ну кроме skype а там имейла я понимаю но вот вы можете сказать что вы какой-то продвинутый пользователь в смысле то есть могу ли я переустановить windows можете вендос переставить конечно конечно приходилось там скажем устанавливать какой-то сложный софтвер с большим количеством каких-нибудь сеттингов там которые ну я переустанавливал делать недавно купил компьютер и я переустанавливал полностью windows и мне пришлось вам не достаточно серьезный компьютер и мне пришлось туда очень много всего вставить то есть как и драйвера то есть там и еще поддержку видео а если бывает вот чё-нибудь как раз как это зараза весь компьютер не работает какие дрояны и вирусы гадость какая-то вот я стараюсь да то есть почистить может или приходит к вам подружка вот и говорит там подруг и говорит вот что-то весь компьютер вирусов можете да ну это хорошо хорошо тут есть компания недалеко называется макофе которая вирус антивируса дел и вот эта компания макофе они когда-то у нас практикантов брали много лет назад и там была одна девушка значит знаете бывают вирусы некачественные которые плохо переходят с дискетки там не доставляют он плохо переходит и у них есть методы такого надежного чтобы заставить перейти вот ну и ее работа была в том чтобы зараз заражать компьютеры в тебе вирусами которые надо тестировать вот на антивирус ну и в общем черт узнает как это произошло я не думаю что в этом есть лично ее вина то есть она была в такой какой-то подключке что заразил весь корпоративный вместо того компьютера который на котором тестировалась она как-то по сети пустила вот и они расстроились и перестали брать наших интернов хотя я думаю что на самом деле это просто это у них недосмотр такой можно сказать повезло оказия ну что же давай вот наташ если бы вот молодой человек тебе попал на канал чтобы ты его спросил вот те женщины трепетные нежные добрые отзывчивые которые смотрят твой канал чтобы они хотели спросить ну они во первых сказали какой хороший мальчик господи мы желаем ему счастье мы желаем ему удачи потому что это же я какие-то еще напишут подожди а вот спросить что чтобы хотелось послушать я даже не знаю что они бы задали какой вопрос я эти горы у меня формата нет такого где я беру интервью у людей очень очень редко поэтому вроде вот как ты все уже спроси хорошо такой еще вопрос вот с вашей точки зрения чехия хорошая страна удобная комфортная для иммиграции туда вот не на птичьих правах а вот для иммиграции мы знаем что в чехии много людей которые на законных основаниях находятся с видом на жительство вот там комфортно или там например слишком много русского и как бы нет вот той свободы которую ты хотел бы получить там перебравшись куда ты или может быть чехи как-то относится не так ну что то вот такое вот знать как ну а вот что в плане иммиграции плане иммиграции что я могу сказать чехия очень свободная страна очень либеральная страна так у них например если читать некоторые документы то у них можно увидеть то что между строчек у них пробегает то что им даже не важно сколько у тебя гражданство дорогие компании cadre они об этом не упачат действительно день я лишь и для иммиграции если ты иммигрируешь европу и хочу мигр Nebraska это очень удобная страна потому что это такая так таковая золотая середина потому что чехия у неё своя собственная валюта своя собственная экономика у нее больше можно сказать то что там нет настолько большой эмиграции из африки и других стран азии например на нет настолько большой эмиграции до европейского более европейской и там больше встречаешь украинцев там русских да но это только где-то в праге или в таких самых популярных местах где обитают русский если уехать например в такие места которые спромышленные как острова то там и часто встретишь кому-то из россии либо у него какой красивый акцент заметил вот этот вот именно европейский акции есть очень красиво я когда работала в баре венгерском вот у нас русские привели за ингреди у них был вот именно такой акцент у меня есть вопрос кстати я хочу спросить у тебя есть право уже ты водишь машину у меня есть пермит у меня я хочу сейчас уже здесь уже сдавать на вождение у меня уже есть пермит подойдет вряд ли с нью-йоркским перми ну я можно туда важно его поменять но для того чтобы сдать или учиться с пермитом ты должен за сидеть с человеком которого есть право 18 лет и у него должно быть не меньше 33 года опыта до за рулем а что ты кого-то найдешь его можно слушай а что в нью-йорке с 18 лет права нет можно получить junior license это детские права можно их все шансы на где-то 16 примерно и там просят разрешение еще родителей то есть это очень достаточно а в нью-йорке школе не не учат права то есть школе я не знаю я в школу в школу вождения нет вот ему когда жили в монтане монтане с 15 лет и права и артема прям был класс такой в школе и школе учили и он из школы уже в школе получил права и хорошо давайте мы к нью-йорку обратимся вот вы считаете нью-йорк при всем этом смешении до народу со всего мира языки и культуры там эти вот как в сериале стар трек все разные такие нью-йорк хорошее место для иммиграции как бы вы сказали вот если вы приехали в америку езжайте в нью-йорк но это все зависит от человека это все зависит от человека и если ему больше подходят вот такие города такие огромные мегаполисы да там ты себя чувствуешь я бы сказал так там все понимают потому что ты приезжаешь туда да и у всех проходит такой период когда он иммигрирует то есть они как бы все понимают если даже ты что-то говоришь плохо там по-английски да то они тебя всегда переспросят и будут никто не не выпучивает не можно сказать то что например афроамериканцы могут а там там что-то сказал и непонятно на тебя посмотреть а так вот все остальные наоборот тебе улыбаются а я пропустила то есть если ездишь нью-йорк не сидишь черном квартале да я пропустила момент вы приехали по гринкарте полторы они гринкарте точно не желательно вот я сижу вот мы же это спросили у меня видишь как лучше помнится то что было в 20 лет чем за прошлой неделе да но и но это ничего страшно дальше дальше там лучше не будет поэтому надо радоваться того что мы будем брать интервью там через 20 лет и там 5 раз спросим один вопрос и потом скажешь аль что ты не рассказал да еще не через вас лет через пять дней то же самое вот так наташа мы же оптимистично видео мы так позитивно так то есть все таки вы находите много положительного в нью-йорке как для иммигрант для первой таскать парковки ну смотря какие цели преследует человек ну ну объясните если понять вот я вот расскажу то например у меня была такая практика в чехии например если ты хочешь приехать именно в популярный город да и как бы там жить и работать да то есть как бы приедешь нью-йорк ну там ничего особенно американского ты не увидишь кроме вывесок и названий да может быть американских людей если ты хочешь понять настоящую натуру и менталитет этого народа на этой нации то желательно ехать в очень маленький городок и чем меньше тем лучше а в нью-йорк upstate то есть либо север либо то есть все непопулярные места для всех остальных это вот именно есть манхэттен это не не нью-йорк это просто нью-йорк это вот штат нью-йорк и когда едешь uptown но каша стоит это другое а вот люди едут во флориду не получится что они вместо америки получают мексику или там колумбию учат испанские лучше чем английский если едут они в орландо это туристический город это одно а если вот они идут такой маленький город где я живу это деревенька так скажем то я думаю что это уже как бы америка деревеньки есть даунтаун работа магазин это можно назвать даунтаун но там кроме как себе с ничего нет поэтому да и вот я я считаю что это настоящая америка и вот это спальня район там нет у меня вот этот герой мистер джонсом игры вот это настоящая америка потому что вот она начиналась именно с апельсинов как говорится с этих садов и ничего здесь не было а сейчас уже понастроили за камера одни эти коммерс коммерции все каверша камерша апельсина растут это америка не скачают это ближний восток ну что же хорошо мы приближаемся к месту я извиняюсь монтана если я приехала то если слышал где-то русскую речь что кидался на человека как будто он тебе брат родной а тот нет моих вообще нет и он тебе также кидался потому что нет русских вообще и приезжаешь в такой штат как монтана на тебя смотрят как будто ты инопланетяне только потому что ты русский вот это настоящая америка тоже считать где ты можешь научиться английскому языку где у тебя нет просто даже выбора а в тех рутиру северных вот этих городах это я думаю там на самом деле ведь очень много людей я начинаю на своем канале ты это видишь у меня например масса народу который готов а вот можно приехать в америку без английского и там как-то вот успешно функционировать или так хотя бы первое время зарабатывать на жизнь то есть масса народу из которой просто их нельзя в силу то они не объясняться ну понятно просто вот когда я приехала ты приехал к человеку да а вот так вот конечно просто приехать ни на что и никуда я даже не буду больше это комментировать потому что я начинаю комментировать и перегибаю палку как и люди говорят вот это наташа живет в америке всем будет не езжайте сюда когда мне пишут под тем же видео мне написали тоже вот мы приехали и мы вот не по грин карте и приехали нелегально и теперь живем и все хорошо я им пишу как я счастлива за вас я рада я прошу что у них так и нет нет они уже получили грин карту когда есть же случай конечно естественно но это люди на рыбе подготовлены или им повезло или я не знаю какой то какая ситуация но когда люди приезжают и уже плачут и помогите одно и то же другое понимаешь то никто из нас не способен этим людям помочь просто мы не можем это сделать а вот ваши родители да которые живя в украине участвовали в лотерее да они значительной степени были мотивированными вот смысле последних событий вот последнего года нет нет играть лотерея начали еще до вот этих всех событий да но когда уже выиграли и когда уже поехали они говорили боже вот как вовремя ну было конечно чувство есть когда ты понимаешь что-то действительно вовремя уехать то есть перед самым-самым началом всего то есть да было такое ощущение то что хорошо что так случилось а у нас есть ну как бы героиня на канале нашем танечка из донецка которая в 16 лет выиграла в лотерею в 16 лет нет 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 ограничений по возрасту есть ограничение по образованию она раньше школу закончила на пару лет можно вот она в 16 выиграла в 17 к нам приехала в 18 уже работала потом папа к ней приехал я подчискать вот видео то мы снимали давно ну там уже пару лет точно а поскольку люди его находят периодически и какой-то какие-то просмотры есть и вот я смотрю комментарии пишут да и говорит боже как вовремя надо же как они я сейчас вот . начинают там смотреть что люди пишут что они говорят этот несчастный аэропорт от которого уже не осталось ничего там и так далее и как как вовремя даже просто ну не не сказки сказать не пером описать как когда-то говорили сказка ну что же вы хотите что-то может быть пожелать вашим сверстникам у нас на канале очень много ребят молодых и 15 лет и 16 лет и 17 лет может быть вы уже вот как-то пройдя такой путь интересный там и чехия и америка вы скажите что то потому что они они очень внимательно слушают и ждут что им что-то такое подскажет поможет поможет двигаться дальше больше всего пожелаю скорее всего это уверенности в себе и не бой горшки обжигая да 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 раз ничего не бояться и пытаться двигать свое то есть ну как бы двигаться к своей мечте двигаться к своим каким-то целям а трудно в мечту понять какая у тебя мечта ну именно сейчас вот чеку 16 лет вот как он знает какая у него мечта может они обидят у него есть цели пиво выпить ну там да и ну у всех разные мечты если у каждого человека из какие-то цели которые он хочет добиться он хочет стать успешным он хочет чтобы у него была хорошая работа хорошие отношения там с девушкой или с парнем до сюда то есть это все зависит от человека главное это я думаю что уверенности это всегда молодым не хватает уверенности у меня кажутся говорят такие нахальники такие прям вот он ничего не знает и всюду лезет там еще всем там нет не знаю у меня такого не было например некоторых случаях просто не хватало не хватало смелости до смелости уверенности себе понятно то есть у некоторых может быть есть основание но не хватает уверенности других нет оснований но они нахальны и как бы этому смысл и все разные да для полного счастья не хватает чуть-чуть наглости как говорят ну что же мы такое ощущение что прибываем на место потому что ой так вы сейчас едем в сторону от школы целую милю целую милю в сторону от школы вы знаете где школа да по карте знаю вот сюда пойдете туда там будет улице лкамина рил и и по ней вот против нашего движения с левой стороны хорошо а завтра придете на занятия у нас 10 начала но лучше прийти там без черной без четверти вот и дальше будет там кооперироваться с ребятами и может быть будет яснее там какие есть возможности с рублей и так далее у нас есть пару возможностей на выбор так что надо будет посмотреть так хотя знаете что это не миля в ту сторону это немножко в ту сторону а потом правильно хорошо сейчас мы посмотрим ну что давайте мы может быть попрощаемся с нашими зрителями правда да сегодня было очень много видео очень много видящих еще будет подожди у вас еще там 7 часов человек приезжают или 8 или 9 все самолеты задерживаются важно важно два часа задержался на часа дальше еще один парень прилетал в санузе значит двое прилетали в санузе по-моему из нью-йорк тоже тоже задержалась минут на 30 все 30 срок годы там такая нет снег снег с дождем и это такая вот каша по всей улице ну давайте я вам скажу так еще хотя бы уже поскольку мы тут живем в стране уже никто не скажет это из америки это специально наслали чтобы значит насолить отомстить за свободы мысли и свободы действия это наша американская погода мы ее любим правда мы любим американскую погоду погода все равно она не делает счастье или несчастье то есть я думаю что вот бывает люди живут на гавайях и они несчастны кто-то живет в монтане и счастлив по уши а чем в монтане то счастливым нибудь горы слушай барашки есть там овечки есть все кроме людей а люди тоже хорошо тогда без людей нет это хорошо когда приехал навестил и уехала я вам скажу интересную вещь вы сейчас поселитесь в старинной части самой дорогой части mountain view это очень эксклюзивное место это место непростое непростое так ну что же здесь стоят местами старинные дома не знаю в каком конкретно вы окажетесь это место прикольно 433 ну давайте искать